друзья всем приветствую на канале сегодня из не очень жарко не очень солнечной флориды город форд водердейл и мы с вами посмотрим на автомобиль который я приобрел уже три года назад если не ошибаюсь до три года по эксплуатации и уже получается даже больше немножко трех лет и во первых я хочу рассказать об этом автомобиле чуть подробнее опыт эксплуатации работу с ним кто вдруг не в курсе у меня арендная компания по аренде автомобилей соответственно компании которая занимается продажа автомобилей здесь сша помогаем взять кредиты и отправляем еще автомобиль другие страны это экспорт соответственно различные опции вы можете приехать моими арендовать вот такой вот например автомобиль или что-то подобное или же вы можете приобрести у нас этот автомобиль или приобрести через нас автомобиль если у вас появился сошел в кредит либо в кэш то есть как угодно поэтому обращайтесь и подпишитесь на инстаграм телеграм и контакты у меня первым от меня комментарий на сегодня хочу поделиться надеюсь не мешает я вроде одел наушник ветер поэтому давайте хочу поделиться реальным отзывом владения прямо владение этим автомобилем многое на нем сам наездил это у нас volkswagen атлас предыдущей генерации уже вышла новая генерация они тоже снимал обзоры по опыту вождения но не по опыту владения уже опыт владения и вот эта вот генерация она имела опции выбора двигателя 35 и двигателя двухлитрового и здесь у нас в 635 соответственно это самая мощная ну на тот момент версия volkswagen атлас он же в европе назывался терамонт машина всеми любимая машина уже которая себя зарекомендовала как автомобиль который ну собственно говоря закрывает все возможности все необходимости большого семейного с юви такого вот не сказать внедорожника потому что здесь арамии речи не идет а это просто такой огромный автомобиль который в принципе в большей рассчитан был на североамериканский рынок в принципе страна латинской америки тоже с довольствием его покупали но выпускался он свое время только для европейской части то есть по моему только в россии и выпускался в северной америке вы знаете ну что скажу так за три года эксплуатации у него выявились некоторые косячки но они незначительны сразу обозначу что все его скажем так по марке это в большей части такие там чуть-чуть там чуть-чуть в целом по естественно двигателю трансмиссии ходовой и так далее нету ни одного замечания машина за три года эксплуатации проявила себя крайне адекватно и надежно не давая повода в принципе там расстраивать или вызывать какую-то службу технической поддержки машина имеет до сих пор еще гарантию здесь сша принципе она сейчас подходит к окончанию но тем не менее все равно даже обслуживание пост гарантина но не является чем-то дорогим тоже volkswagen все-таки автомобиль который не требует сильно много сильно дорогой в общем-то обслуживается большинство запчастей меняется обслуживается достаточно дешево и ничего такого страшного принципе с ним не происходит то есть у нас в данном случае комплектация с и это средняя комплектация с пакетом technology здесь у нас типа там айки лайт и так далее то есть это все такие маркетинговые фишки значит преимущество является огромные колоссальные размеры этого автомобиля то есть это у нас диван бывает на низкопитанским креслами и два задних два задних кресла то есть и того получается полноценных ну фактически таких до 7 мест 4 плюс 3 ну и вот здесь вот я щас прям покажу это один из первых косяков которые очевидно я заметил да и пожалуйста дилера они кстати должны все это дело заменить это пластик который вот здесь вот он у меня слетел вот оттуда то есть он принципе одевается не проблема но реально пластик после там некоторого времени эксплуатации стал очень ломкий то есть вот здесь вот на можно показать да что объективно это ну это проблема которую volkswagen должен как-то решить потому что никак никак по-другому скажем так тут не получится он реально ломки до сего в какой-то момент можно там вот так просто взять да и он у вас в руке развалится то есть это проблема которая явно явно ну как бы решаемая но путем замены этого пластика поэтому к дилеру нужно будет обратиться его заменить то же самое с той стороны то есть вот эти вот пластиковые ставки они стали почему-то ломки и только вот рукой трогаешь она он тут же разламывается в руках странно но факт в общем опять таки не 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 критично незначительно то есть ну не глобально но вот почему-то имеет место быть а так очень удобное разложение сиденья тут можно легко легко скажем так поставить детское кресло и даже детским креслом разложить сиденье чтобы пройти на третий ряд очень большой третий ряд легко помещается взрослый человек легко раскладывается вот видите тоже вот здесь вот он тоже вот отломился от пластики все вот эти вот пластиковые накладки которые есть это они почему-то стали крайне крайне ломкими так у нас здесь есть шторки брюки превращаются даже в элегантные шорты но вот что-то не превращать нет шторки то есть тоже это в общем-то удобно как опцион классно не знаю каждому каждому свое какие опции нужны для меня это не сильно важно опциями особо нужно сзади у нас климат-контроль для этих пассажиров есть обыкновенная розетка едва юсби си слота панорамная крыша она и без того в светлом салоне придает еще большего объем автомобиль при своих глаз колоссальных размеров я прошу там кто не верит обратиться в интернет то есть это по размерам больше внутри чем он круизер 200 то есть вот так получилось что реально машину больше машина колоссально огромное имеет огромное число огромное место пространство внутри посмотрите сколько тут вот у меня сейчас я похудел мне и 91 килограмм ну посмотрите да у меня метр семьдесят восемь рост и соответственно посмотрите у меня тут еще пространство а там пространство еще просто целый вагон то есть много очень маленькие здесь вот такой перешек до который очень низкий и удобно перелазить туда там с одного места на другое то есть вообще все это диодная подсветка и отдельно я хочу обратить внимание на светлый салон который за период эксплуатации ну скажем это эксплуатации такой не щадящий даже в плане именно того что здесь стояли детские кресла и перевозилась что-то то есть все постоянно эксплуатировать и посмотрите как сохранился светлый салон вот здесь вот нужно отдать должное что кожа достаточно качественные никаких затирьев никаких таких там где-то трещины чего-то ничего не сложилось с машиной ровным счетом ничего не стало так давайте мы закроем багажник стать электрический за из электрическое закрытие багажника фаркоп у нас имеется мы честно говоря никогда им не пользовался у меня вот только здесь заглушка такая стоит и все больше у меня в принципе ничего с ним нету резина кстати тоже несмотря на то что она вот нашел вот на несмотря на то что эксплуатацию давно идет смотрите как сохранилась резина прекрасно это говорит о том что принципе не снисход развал до под ничего и не делала резина в прекрасном состоянии это у нас стоит двадцатые колеса еще и она и всесезон как сезон как мы с вами понимаем она более мягкая да и соответственно по идее износ у нее должен быть такой ну уже заметные но нет же не передние и задние колеса я сейчас прям специально выверну руль и покажу то есть это говорит о том что принципе ходовая в целом работает идеально вот обратите внимание здесь еще еще даже вон еще остался еще остались метки от то есть резина прошла 45 тысяч миль это примерно больше 65 тысяч километров ну это очень хорошие показатели это у нас с вами давайте посмотрим стоит у нас континенталь до резина континенталь ну вот вам пожалуйста это и еще один момент что это жаркие жаркий климат постоянный такой да и этот климат как бы резину делает такое более изнашиваемый то есть на мой взгляд прекрасная прекрасный показатель сбалансированный ходовой которая не дает вот такому быстрому износа происходить еще один косяк очень сильно заметный это то что у меня сначала перегорела полностью вот это вот фара ними и заменили сейчас перегорела вторая фара они меня также заметно по гарантии был момент по хрому он начал здесь этот пара пузырей появилась тоже мне заменили полностью весь хром и это принципе ну болезнь volkswagen of вот именно в атласах вот это вот проблема которая тоже я не считаю существенно не сказывается на ходовых показателях да но при этом просто эстетика страдает ну без вот этих вот ресничек то есть фары все нормально вот именно вот эти вот реснички светодиодные они по сей день блоки какие-то там они не знаю как-то проявились они надежные вот сейчас мне дилер поменяет но это опять-таки гарантийный случай поэтому ничего критичного такого нету давайте сядем в салон и посмотрим что у нас здесь ну да кстати водительское кресло давайте покажу его состояние посмотрите нигде не затиров не ничего это опять-таки посмотрите 45 700 в милях да это очень очень приличный уже пробег то есть казалось бы и при постоянной эксплуатации посмотрите в каком состоянии остается остается кожа пластик то есть здесь тоже дверные панели очень очень все прилично и нигде не стал и это напоминает светлый это самый светлый салон обычно у мерседеса такой очень практичный молодцы я очень боюсь когда брал светлый салон здесь вот буквально только за химчистить там такие немножко затемнение но это только от от локтей да а так салон остался за более чем три года эксплуатации и 46 тысяч практически в прекраснейшем состоянии тоже volkswagen bravo то же самое касается руля на руле я тоже не вижу никаких никаких там знаете затиров чего-то еще такого чтобы ну износ да это мы говорим сейчас не о том что по-хамски обращались нет очень аккуратно я слежу всегда за своими машинами они свое время на меня обслуживаются я внимательно к своему транспорту но хочется отметить то что называется естественным износом да и в принципе по идее какие-то следы иногда ставится здесь же я могу сказать что все прекрасно и светлый салон и руль то есть то есть помимо технических особенностей то что оставили себя показал прекрасно вопросов нету здесь у нас пробег текущий мы сейчас посмотрим что у нас текущим пробегом так и вот так вот поставить промотать значит у нас дистанция этот этот оттонс и вот посмотрите у меня сейчас выдает это за все это 21 и 2 а это после после простите это у нас после после заправки сейчас найду где-нибудь у меня где найду сейчас я где-то где то есть кто сколько в принципе да там сколько в принципе он потратил за всю историю то есть здесь еще и фишка то есть он не надо без касания то есть он можно вот так вот перематывать для машины такого в общем-то класса это удивительно но вот можно перематывать странички там что-то нажимать и так далее давайте посмотрим у нас что что здесь нет у нас здесь этого нету я в общем я найду данные потом вам покажу что он стану вот это вот после старта это long term то есть 21 21 миллиона галлона на проезжает это после заправки в общем вот мы long term только рассматриваем да на 2300 последняя отметка и 20 22 миллион принципе так так volkswagen этот двигатель и заявляет и специально не поленился и в калькуляторе гугли перевел вот это вот показатель и он равен примерно девяти с половиной около десяти километров 10 литров на 100 километров расходу что является абсолютно бесспорно супер показателем при условиях трех с половиной литрового двигателя друзья мои сразу хочу подправиться что не 3 по на 36 прошу прощения за оговорку потому что машину меня много и соответственно иногда я путаю там двигатели бывают текущие но принципе 36 и 276 лошадиных сил по показаниям значит на здесь есть подогрев сидений причем только не нижних сидений отдельный раздельный климат-контроль с автоматической установкой и здесь у нас есть без и слот и беспроводная зарядка электронные ручники отключения парктроников да здесь есть еще парктроники в принципе для этой комплектации очень даже не неплохо но здесь у нас шторкой закрыта панорамная крыша она реально огромный и без того светлый и большой салон она придает еще больше пространстве вы сидите величиной практически как в однокомнатной квартире поверьте здесь место и ощущений хватает ну все им всем просто кстати здесь помимо обыкновенного круиза установлен дистроник система которая определяет расстание до следующего автомобиля и позволяет вам избежать там столкновения либо двигаться за следующим автомобилем установив допустим скорость какую-то да на круизе есть у нас система автосвет что не может не радовать и есть датчик дворников до датчик дождя в принципе для этой комплектации более чем да кстати огромный подлокотник просто неимоверной величины здесь у нас есть тоже есть бисе слот еще один дополнительный в целом могу сказать что автомобили за все время эксплуатации ой еще прошу прощения есть у нас датчики слепых зон на за все время эксплуатации проявил себя более чем хорошо мне не пришлось ничего не считая вот по хрому и замены блока светодиодных вот этих вот ходовых огней опять-таки гарантийный ну в принципе ничего не пришлось это мы с вами прекрасно понимаете кто разбирается там элементарно в технике они по ним мы понимаем что светодиоды не перегорает не выгорает то есть это проблема скорее всего с каким-нибудь там незначительным датчиком на поступку поскольку машина гарантия не меняет полностью там всю фару но это не не кризис и я думаю что ремонт пригодность этого совершенно очевидно да там найти где что как и заменить это в принципе можно либо самостоятельно либо путем не сильных больших вложений вряд ли это какой-то там это отлично работает поворотные средства тебя при поворотах там включается дополнительно лампа которая подсвечивает повороты как-то показывал то есть хороший свет и сейчас у меня очередное тело друзья мои я сделаю тело она у меня по моему еще включено но вообще насколько я знаю что тело на volkswagen когда уже заканчивается гарантия здесь сша у официального дидера стоит в районе что-то по моему 280 долларов полностью там замена масла фильтров и так далее поэтому не дешево там совсем но там дороже чему дается но не так дорого как в общем-то у большинства одноклассников да поэтому в принципе можно там протянуть и раз по моему раз пять тысяч то ли раз семь тысяч он там менять раз семь тысяч миль то есть это примерно соответствует 10 тысяч чем километров можно сделать тело и потратить там на официального дивер но можно естественно найти подешевле потому что принципе замена масла на такой двигатель будет стоить рай наверно где-то 100 120 150 долларов какой-то более простом центре не у не у не официального дилера в общем вот такая вот история друзья мои да если вдруг кому-то понадобится этот автомобиль в покупку потому что в общем то я не спешу с продажи ничего такого нету но цена 28 тысяч долларов за вот этот конкретно этот автомобиль он двенадцатый год двадцатый месяц вот его вам вин у него не было ни одной аварии никаких эксцендентов то есть машина моя и состояние и я вам показал в целом я сделаю тело обязательно не изменю вот это вот официального тилера если машина будет в полнейшем идеальнейшем состоянии у меня все тело своевременные все своевременно поэтому все более чем резиновые коврики прилагаются пишите кому нужно будет ну либо в аренду сейчас сезон идет поэтому в аренду значит конкретно этот автомобиль в аренду стоит полторы тысячи долларов в месяц поэтому обращайтесь и можно будет его взять в аренду на месяц и покататься комфортно вместить весь свой багаж поэтому тоже обращайтесь все друзья мои пока пока спасибо что были на канале сегодня вам вот такой это обзорчик давненько не делал на свой автопарк обзоров подписаны instagram telegram пишите кому что нужно будет по заказу автомобилям спасибо всем увидимся завтра как всегда